На карандаше у силовиков эти заводы появились лет 6-7 назад. В 2013-м у жителей Верхней Любовши из крана текла непонятная субстанция и воздух наполнился ароматом совсем не цветочным. Компания отделалась штрафом, однако ситуация эта повторяется каждый год. Летом прошлого года также поступала информация о подобных фактах, по которым нами проводилось административное расследование. Фирма вывозила в данный участок некое комплексное удобрение, приобретаемое на заводе в селе Верхней Любовши. Удобрение вывозилось с целью повышения плодородия почвы, но в ходе расследования было установлено, что скорее не удобрение используется для повышения плодородия, а участок используется для слива данного вещества. Московскую, как оказалось, фирму привлекли к административной ответственности. И вот в этом году новый поворот в старом деле, теперь уже уголовном. По уголовному делу установлено, что производились выбросы на территории сельскохозяйственных угодий, выбросы так называемой милассы. Представителями следственного комитета и Россельхознадзора были взяты образцы почвы с мест выброса отходов. На данном поле были получены контрольные образцы, чтобы в последующем, в рамках назначенной почвоведческой экспертизы, были данные ответы на поставленные следствием вопросы на предмет наличия здесь веществ, которые загрязняют почву и окружающую среду. Для полноты картины сотрудникам следственного комитета нужно было попасть на сам завод, дабы осмотреть технику, на которой вывозилась скверна на поля. Но у охраны завода на это был свой взгляд. Дозвониться ни до кого не может никто. Пятница, все по международним уехали. Кто будет вас сопровождать? Мы приходим вместе с сотрудниками полиции на территорию вашего учреждения. Мы приходим в рамках расследования уголовного дела. Я понимаю, что это прекрасно. И мы беспрепятственно проникаем на помещение и делаем свое мероприятие, осматриваем транспорт. Какой транспорт? Мало того, объявившийся на проходной старший охранник решил поупражняться в знании уголовного кодекса. А какое уголовное? Ну, дело, вот, по факту Верховского, написано. Сейчас 1-й 247-й статье возбуждена попавка. Уголовное место. Руководитель наш, в принципе, в курсе сидел, возможно, захотел. Ну, вы знаете, без руководства мы не можем пустить. Мы что же на работе? Ну, пожалуйста. Связывайтесь. Почему вы не можете связаться с руководством? Мы здесь находимся уже полчаса. Вы никак не можете связаться с руководством. А, извиняюсь, конечно, рабочий день, вы знаете, как? Я прекрасно знаю. Уголовно-операционным кодексом рабочего дня нет. Нет, да? Мы проводим... А вот, кстати, в основном есть, да? Есть она? Снаружи, конечно, да. В итоге сотрудников СК все же пропустили на территорию завода, в отличие от нашей съемочной группы. Что показала эта проверка, Следственный комитет пока не разглашает. К чему приведет такое пристальное внимание правоохранителей к заводам ЗАО РФК и чем закончится расследование уголовного дела, покажет время. Мы будем следить за развитием событий. Олег Рудаков, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. Продолжение следует...